Аллилуйя! Давайте Богу воздадим всю славу. Давайте будем голосовлять до друга, пребудьте в мире. Вы миссионер, который будет спасать мир, а также вы унаследуете эту землю. То есть вы посмотрите, то Иисус, Он говорит братьям Своим, ну нет ли причины, почему я сюда пришел? То есть иногда мы делаем много разных вещей, но перед Богом есть причина, почему нам нужно Евангелие. И тот человек, который поймет, почему нужно Евангелие, живя на этой земле, он сможет познать все ответы. И вот это есть то, о чем говорит нам Библия. И все вы, которые участвуете во втором воскресном богослужении, держась за причину, почему нужно Евангелие, желаю, чтобы у вас началось время, когда вы будете получать новые ответы от Бога. и сегодняшнее время богослужения, то, что мы с вами сидим здесь, это и есть доказательство, что Бог нас призвал с вами. Иисус, Он говорит, если никого не пошлет Отец Мой, никто ко Мне не придет. Вот то, что я прихожу сегодня в церковь, преподношу богослужение, мне кажется, я могу это, ну, я это сделал, но это не так. Бог вас призвал, и Бог сделал так, что вы сидите на этом месте. Марка 3 глава тоже сам об этом говорит. Написано, Иисус призвал тех, кого Сам хотел. То есть, Сам Бог, Он сделал так, что мы пришли сюда, и Он нас призвал. Поэтому сейчас Господь будет вам давать Своё Слово. И мы с вами, вот как большие люди прожили одну неделю, слушали Божье Слово, и желая, чтобы во время этого богослужения мы тоже услышали Божий голос. Значит, Афрам, который жил в Халдее, что такое Халдее? Это было место, которое было переполнено идолопоклонством. Так вот, Бог призвал его из этого места, и делает его источником благословения, и дает ему обещание. Что-то за обещание. Это и есть Бытие 12 глава с 1 по 3 стих. Особенно Бытие 12 глава, 1 стих написано, 2 стих сказано, «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». И потом говорит, «В тебе благословятся все племена земные». То есть, когда Бог призвал Афрама, Он сразу же дает ему обещание. И держать за это обещание потомки Афрама, они постоянно должны были получать благословение, правильно? Но не так. Среди потомков Израиля есть те потомки, которые не смогли достичь успеха, но наоборот, потерпели поражение, и это повторялось. Почему так? Иисус Он тоже призвал учеников и дал им обещание. Диане 1.8 Если вы посмотрите, Он говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Сапы, и будьте Мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, Иудеи и даже до края земли». То есть Иисус Он дал обещание, но ученики потерпели поражение. И почему в жизни чада Божьих повторяется поражение? Вот Бог призвал Авраама, Иисус призвал учеников. И вот Он, и когда Бог призвал Авраама, и когда Иисус призвал учеников, есть особенность того слова. То есть слово заключается в том, «Я даю тебе благословение через Иисуса Христа, и потом через тебя все люди во всем мире получат благословение». Вот это есть особенность. И из-за того, что люди вот это одно упустили, в итоге и потомки Авраама, а также среди учеников, которых Иисус призвал, были люди, которые колебались и пришли к поражению. И таким образом вот нам сегодня с вами важно ухватиться за вот это одно. Да, конечно, есть много что, но важно ухватиться за одно. Злой сатана постоянно знает, что вы сейчас находитесь на этом месте, и поэтому каждый раз, когда вы преподносите богослужение, он пытается мешать вам, что вы упустили именно это. Он делает так, чтобы вы все имели, а одно вы упустили, и в результате бедствия и проблемы постоянно повторялись в вашей жизни. Вот это есть объект атак сатаны. Поэтому вы, которые сидите на этом месте, действительно ухватите за то, что Бог желает, и войдите в это благословение. Я вас на это благословляю. Итак, сегодня мы с вами прочитали про фарисеев, и на прошлой неделе мы тоже смотрели про фарисеев и книжников. Другими с вами вот эти фарисеи, то есть израильский народ, они хоть и делали все, но поскольку они упустили вот это одно важное, то они получили проклятие. Вот Библия нам об этом говорит. То есть все они делали, но упустили только одно и в результате пришли к поражению. Поражение к ним пришло. Вот Библия нас об этом учит. И вот особенно сегодняшнее местописание говорит о храме и потом о дарах, о жертве, которые в храме. То есть вот есть вещи, которые сегодня говорятся. Это если вы посмотрите на сегодняшнее местописание, то вот что же упустил Израиль, вот вы можете сразу же понять через сегодняшнее местописание. во-первых, во-первых, вот Давид, Давид, он знал тайну завета, и поэтому он построил храм. Но после этого в храме хоть и преподносили богослужения, приносили жертвы, но в итоге потомки, они испытывали трудности, были рабами, и потом были в плену, и потом в итоге страна вообще разделилась. То есть вот хоть они знали тайну завета и построили храм, но потомки пришли к поражению. Почему так? А причина одна, потому что упустили Евангелие. И вот так же Ирод, царь Ирод, который был под влиянием Римской империи. То есть 46 лет, он в течение 46 лет строил храм, то есть он такой очень красивый храм построил. Но хоть само здание было красивым, но Евангелие упустили. Поэтому когда пришел Господь Иисус, Он посмотрел, говорит, что этот храм, Он стал как идолом. Поэтому Он говорит, храм камня на камне не останется от этого храма, он разрушится. Матфея 24 глава с 1 по 2 стихи об этом говорится. Камня на камне не останется от этого храма. И вот по сегодняшний день в Иерусалиме есть этот храм, но он до сих пор не восстановлен. Почему так? Хоть и красиво построили здание, церковь, но суть, 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 суть упустили. Поэтому когда пришел Иисус Христос, хозяин этого храма, они не смогли понять, что Иисус Христос является хозяином храма. Вот если мы с вами посмотрим в историю Библии, то там есть история о храмах. Есть первый храм, второй храм. Вот эти храмы постоянно разрушались. Почему? Потому что иудеи, они не смогли понять ценность этого храма. Поэтому они постоянно испытывали трудности, и до сих пор иудеи не могут понять, почему мы, Божий народ, так много испытываем трудностей. А почему? Одну упустили. Одну только упустили, поэтому хоть иудеи и усердно жили, и строили храм, но упустив Евангелие постоянно приходили трудности. А эту причину они не знают. И поэтому даже сейчас смотрите, они построили музей Холокоста, так красиво все там все видно. И вот они показывают, как израильский народ страдал от Гитлера, потом как они были рассеяны, по всему миру, страдали. Вот с одной стороны вот так они видят, а с другой стороны причину они не видят. Поэтому если поедешь в Вашингтон, там есть большой музей Холокоста. и пойти в этот музей, то иудеи пишут, что почему это произошло. То есть другими с вами они до сих пор не понимают причину, из-за чего к нам приходилось столько много проблем. Вот до сих пор они не смогли понять эту причину. а также если вы посмотрите сегодняшнее место здесь говорится о жертве. Вот если вы посмотрите бытие 4-й главе 1-й стих, то был тот, который потерпел поражение в жертве. Это Каин. И Библия тоже нам говорит, что Каин потерпел поражение в жертве, и поэтому Бог не принял его в жертву. И тогда почему Бог не принял жертву Каина. Об этом говорится в Евреям 11-4. То есть написано Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И Бог свидетельствует об этом о дарах его. То есть дары, дары. Дар очень можно вот вот иногда люди тоже они думают о жертве, но жертва это что? Это правильное понимание Евангелия. Вот даже самое был царь Саул. Царь Саул он тоже не понял жертву, не понял важную жертву. Поэтому конечно же да, важна жертва и храм. но к примеру царь Саул он хоть и приносил жертву, но у него было неправильное сердце. То есть на самом-то деле прежде чем жертву приносить надо понимать смысл почему это надо приносить эту жертву. А люди смысла не понимают и поэтому фокусируются только на жертву. и вот проходит время и вот проходит время и вот такие люди что? Вот они терпят кораблекрушение в своей жизни веры. И поэтому в итоге потом они вообще не приносят жертвы. Вот израильский народ который должен был приносить жертвы не приносил жертвы грех опал. И потом вот смотрите если они перестали приносить жертвы тогда священникам им нечего было уже кушать. И вот что стало в итоге с этими священниками то есть они захотели умереть. То есть что мы можем увидеть что царь Саул он вообще неправильно понял жертву. И вот поэтому Саул что он думал? Он думал только о себе о войне о своей славе и потом вот царь пророк Самуил он специально пошел к царю к царю Саул для того чтобы его осудить то есть то есть почему вообще это произошло Саул потому что он потерпел поражение в богослужении вот во время пророка Малахии пророки пророки уже грехопали и поэтому из-за этого из-за этого израильский народ тоже тоже израильский народ стали терпеть поражение богослужения поэтому как итог поэтому как итог люди стали в жертву приносить плохое плохую еду плохую жертву и поэтому тогда Малахии 1.8 Господь говорит почему вы приносите хромое и больное в церковь другими с вами другими с вами те люди которые имеют поражение в богослужении и жертва их такая же неправильно послушайте вот кто такой израиль израиль это те которые хоть и преподносили богослужение но упустили евангелие поэтому и жертва их не было неправильно поэтому приходили к ним проклятие бедствия посмотрите на то как молился израиль значит вот если тоже посмотрите на молитву фарисе они только молились о себе молились о себе и что-то усердно делать хотели вот я говорил об этом тоже во время первого богослужения что фарисеи то есть они делали все на показ вот я говорил об этом что они даже специально стояли молились чтобы другие увидели чтобы чтобы другие хвалили чтобы другие хвалили поэтому честно говоря молитва израильского народа какая была чтобы они они хотели чтобы восполнились их желания своими своими мотивами вот так же сама мать Самуила она тоже не могла зачать она тоже так молилась о Бог посмотри другие все зачинают а я не могу поэтому помоги мне зачать но потом когда она начала молиться получила Божью благодать она осознала а не еще один ребенок нужен на этом мире он нужен Назарей который будет передавать Евангелие восстановить Евангелие в Израиль вот Анна она вот так осознала и потом она начала молиться по другому Бог дай мне сына и я дам его тебе в Назарее вот когда мы знаем Божий план и когда мы все свое полагаем ради этого Божьего плана вот это и есть правильная молитва а израильский народ как они молились имея свои амбиции и имея свои мотивы поэтому Библия нам постоянно об этом говорит поэтому сегодняшнее место мы сегодня с вами читали о фарисеях и книжниках еще посмотрите Бытие 27 глава 2-4 стих где говорится об Исааке вот он уже постарел и вера его стала слабой вот он видел что скоро уже умрет и потом он потом он зовет своего сына вот он хотел благословить его благословить его но написано что Исаак он любил мясо поэтому он захотел чтобы мы приготовили мясо и получается было время благословить сына на самом-то деле здесь говорится о физических мотивах о плотких желаниях Исаака почему Исаак он думал о том какую еду поесть вместо того чтобы благословить поэтому вот второй сын его Яков он обманул Исаака и вместо брата своего получил благословение то есть причина почему вообще израильский народ потерпели поражение потому что вроде бы и молились вроде бы и преподносили какое-то богослужение и какие-то жертвы преподносили а знаете почему они пришли поражение а потому что они упустили Евангелие которое должно стать стандартом всего поэтому второе поэтому второе наша вера которая должна свершаться только одним представьте в нашей жизни в нашей вере все должно свершаться только одним что это это Евангелие другими с вами Евангелие это Христос другими с вами Христом все должно свершаться в нашей жизни веры а иудеи у них не было вот этого вот этой одной вот этого Христа Евангелия поэтому поэтому если у нас с вами будет только одно тогда все получится а вот и узрали и иудеев вот этого не было филиппистам 1 6 сказано что если будем жить евангелие тогда бог он всегда будет нам показывать что нам надо делать у нас все будет получаться на письма будучи уверен в том что что бог внутри вас будет свершать все то есть бог который меня будет все показывать и будет показывать не мое будущее то есть библия вред нам что мы будем знать будущее которым который бог нам будет показывать если мы находимся внутри евангелия то же самое вы хорошо знаете это мотфея 13 глава с 31 по 2 стихи стихи что здесь говорится притча про зерно горчичное что горшочное зерно горчичное на подобное царство небеса со всеми стоподобно горчичному зерну которая упала землю и хоть она меньше всех семян но потом она стала больше большим деревом то есть это что кажется вот иван для кажется незначительным маленьким но внутри него есть жизнь поэтому достаточно просто ждать и пройдет время и семя это евангелие вырастет большим деревом поэтому то же самое вот и чем больше вы будете все находить внутри евангелия тем больше вы как дерево будете расти и тогда будет происходить действие вот дерево тоже когда выросла там где птицы в нем укрывались то же самое вот вот через вас будут происходить действия посмотрите только одно чтобы важно что было евангелие поэтому я благословляю вас что вы прежде всего в своей жизни веры получали духовные ответы вот мы которые находились во тьме при смерти по послал христа ради нашего спасения другими с вами мы которые находились внутри природного греха в проклятиях которые не могли сами решить бог нас избрал посмотрите первородный грех собственный грех мы стали людьми жизни которых грех полностью решился поэтому написано 1 и она 32 что теперь мы дети божьи раньше мы находились во тьме а теперь мы дети больше раньше мы находились в руках сатаны а теперь познав иисуса христа мы познаем иисуса христа поверили в иисуса христа и наслаждаемся христом тогда в нашей жизни все будет получаться время сама другого больше не надо если знаешь христа веришь 300 и наслаждаешься христа тогда становишься человеком которого все получается бог дает такое благословение поэтому мы с вами стали чатами божьим раньше мы находились в руках сатаны а теперь мы находимся чатами боже поэтому достаточно знать правильно христа и наслаждаться христа а также 1 яна 1 3 сказано что наше общение с отцом и сыном его иисусом христом послушайте мы с вами во христе если будем жить жизнью наслаждаясь христом тогда те проблемы которые перед нами они больше для нас не будут проблем и не будут нам кажется проблемами но наоборот сейчас люди которые находятся в проблемах особенно сейчас эпоха зависимости но на самом-то деле если правильно узнаешь христа вас будешь познавать христа и будешь наслаждаться христом тогда и любая зависимость тоже решится почему поэтому потому что христос разрешите всех проблем поэтому нам надо с христом общаться каждый день как мы сегодня прочитали общение наше с отцом и сыном его иисусом христом и бог нам какой дал евангелие только евангелие уникальное евангелие вечное евангелие совершенное евангелие абсолютное евангелие вот пётр апостол пётр он знал это поэтому деяние 14 как он говорит ибо не другого имени поднимом данного человека которым надлежало бы нам спастись то есть бог послал нам христа это тем самым бог дал нам совершенное абсолютное уникальное евангелие поэтому это евангелие это и есть христос поэтому на этой земле если будет хотя бы один человек который будет правильно держаться за уникальность христа не то что и мир нравится и христос нравится а наоборот христос который является самым драгоценным уникальным если будет хотя бы один такой человек тогда ему ответы не нужны есть ответы хорошо нет ответов тоже нормально поэтому если вы посмотрите деяние чертая глава 17 18 стихи здесь говорится о войне относительно уникальности значит здесь пётр стал перед судом судом там где были судилища религиозников и вот до этого пётр он поднял хромого и тогда вот эти судьи религиозно спрашивают во имя как во имя кого ты поднял этого этого хромого и тогда петр говорит во имя иисуса христа и они говорят не говори об этом иисусе христе и потом написано 18 стих 4 я не 4 18 они запретили ему чтобы он не говорил и не учил об имени иисуса и потом петр но петр он уже исповедовал что нет другого имени которому мы можем спастись и да да петр говорит этим судьям вообще справедливо ли мне пред богом слушать вас больше чем бога потому что мы не можем не говорит того что видели и слышали вот это есть уникальность если мы с вами если мы с вами знаем христа нас раз на христом тогда христос для нас становится только только христом поэтому тогда есть у меня ответ нет у меня ответа это не важно если мы будем держаться за вот это уникальное евангелие христа тогда все остальные ответы они будут следовать за нами и чем дальше мы идем тогда мы сможем еще больше познавать тайну христа но бывает так что мы идем жизнь мы ведем же сферу но тайна христа в нашей жизни потихоньку потихоньку исчезает и в результате проблемы появляются то же самое что сегодня говорят фарисеи иисусу матфея 23 глава 27 стих что говорит иисус горе вам горе вам потому что вы уподобляетесь окрашенным гробам которые снаружи кажутся красивым а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты то есть иисус он вот так вот их называется то есть иудеи фарисеи вот вот казалось как будто они обладают чем-то хорошим вот они знают талму тору сэму вот посмотрите талмуд талмуд это то что все иудеи учат самого детства до такой степени что они заучивают потом что такое тора тора это книга моисея и вот они все это выучивают а сэма что такое сэма сэма это же это же есть и израиль слушай и внимай то есть вот они с детства сэму сэма тора талмуд они обучают свои детей но что важно не то что это неправильно почему они это отлучают вот это вроде бы ну не кажется неправильным но что сегодня говорит иисус горе вам книжники и фарисеи почему потому что отказалось что книжники и фарисеи они много что имели но они упустили евангелие уникальное вам то есть они все делали кроме евангелия это же есть стратегия сатаны второй колинфянам 1114 что написано что сатана он всегда принимает вид ангела света поэтому кажется что вроде бы что-то хорошее дает сатана а забирает самое главное поэтому сами подумайте вот если у странского народа не было ни евангелия не было ни евангелия не спасения тогда само собой мира не было проглядя приходили и хоть у них были киса тогда все они делали на показ и посмотрите если нет ответа в жизни веры тогда вот люди создают какие-то действия какие-то стандарты создают какие-то законы создают вот почему почему и иудеи постоянно создавали какие-то новые законы и традиции почему внутри ответа не баня поэтому то не создавали новые стандарты и усердно пытались этой соблюсти но в итоге но в итоге стал не было то есть поэтому с божьей точки зрения такая же сферы это все ложь это все не настоящая поэтому иудеи они на что были нацелены угождать людям показывать все делать на показ потом исполнять закон но в итоге позже точки зрения это все пустое поэтому казалось что и иудеи вот они делают все такое хорошее но в итоге но в итоге упустили евангелие поэтому пришли проблемы послушайте вот мы же хорошо знаю да при иудеев а вот они очень хорошо приносят пожертвования да вот они то есть вот они приносили десятую часть от всего посмотрите от прибыли потом от еды свои потом от скота вот все представьте то есть вот они были очень такие прилежные в десятине но но большее слово нам что говорит большее слово говорит что хоть и приносили пожертвования но как мы представили в сегодняшнем вместе с писания что они потеряли смысл жертвы то есть если даже ты приносишь жертву но у тебя нет сердца относительно господа тогда в божьих глазах она она не имеет ценности поэтому люди они как думали вот одна десятая надо богу отдать а девять десятых это мое на самом-то деле ну вот это тоже тоже неправильно на самом-то деле все что данное мне богом это это все все от бога поэтому какое понимание понимание десятины я даю богу до десятую часть но самом-то деле все богу принадлежит а иудеи они этого не понимали они просто давали десятина лишь бы ну как бы исполнить некий обряд поэтому само собой что к фарисеям и иудеям пришло поражение потому что они упустили евангелие поэтому даже если все дело в жизни веры но упустить евангелие тогда посмотрите в историю когда постоянно приходят бедствия посмотрите израильский народ семь раз претерпевал бедствия семь раз и после и последнее матфея 27 25 когда иудеи распинали иисуса христа что они говорят пусть кровь его будет на нас и на детях наших то есть другими с вами пусть кровь его вина за кровь его будет нас и на детях наших ну и в итоге что произошло вы посмотрите в историю две тысячи лет у них небосового государства расселись по всему миру почему почему так произошло все имели но упустили одно евангелие поэтому в результате стали приходить бедствия поэтому в этом мире больше народ который сразу больше всего это это без это израильский народ поэтому нам с вами достаточно только держаться за евангелие если будем знать принять причину почему только евангелие надо тогда сможем держаться за евангелие потому что если все у тебя есть а евангелие нет тогда тогда в жизни будут постоянно приходить поражение даже если жить такой выдающей жизни но пускать евангелие весь я приду даже если будешь делать добрые дела но добрые дела не смогут решить основные проблемы поэтому даже если будешь церкви что-то усердно служить что-то делать но упустишь евангелие тогда в жизнь придут поражение жизнь придет поражение поэтому поэтому мы с вами поэтому мы с вами нам на своих детей как с детства ничего другого такого особого не обучить тоже те а помочь им познать евангелие а я перед тем как что-то другое войдет в наших детей необходимо помочь чтобы наши дети поняли евангелие уходили за иваны и с евангелие вышли в мир поэтому вот это то за что вам надо молиться относительно ваших детей и возможно сейчас есть люди среди вас которые думают но я уже нахожусь сейчас в поражении я уже нахожусь внутри проклятий возможно есть такие люди даже сейчас если вы восстановите евангелие тогда всё у вас восстановится даже если сейчас вы восстановите только христа и ухватитесь только за христа тогда все остальное восстановится если вы сможете. А если есть люди, которые всё у них будет, но они упустят Евангелие, да, бедствия придут. А даже если я даже если я сейчас даже если я сейчас нахожусь в трудностях, ничего страшного. И сейчас ухватите за Христа. И тогда всё начнёт восстанавливаться. Поэтому все верующие в церкви Хана, держась за уникальность Христа, держась за ответы, которые Бог даёт, я благословляю, что вы стали свидетелями на места действия, которые спасают места действия. Помолимся. Бог Отец, сегодня я нуждаюсь во Христе. Господь, всем нам нужен уникальный Христос. Поэтому, пожалуйста, наполни нас Духом Святым. И помоги нам понять тайну, почему только Евангелие. И помоги нам на местах действия получать Твоё использование, чтобы спасать других людей. С благодарностью молимся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.